Так, здравствуйте моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединились, всем здравствуйте, здравствуйте. Это я сейчас делаю мусс. Девочки, хочу всем наполнить, и не только мусс, и заодно вот такую вот отбеливающую масочку. Я еще вам покажу одну, вот отсюда я немножко возьму на отбеливающую масочку, пока не добавила водички. Ну а как я делаю просто мусс, один свой блендер я отвезла в свою летнюю резиденцию, поэтому у меня здесь только вот такая вот вещь, овощерезка. И я прекрасно на ней измельчила клубничку, положила сюда, растерла прямо вот так, вот так, вот так, растерла вилочкой, прям вилочкой, два сырка, детских сырочка. У меня не было домашнего творога, и пришлось взять два сырочка. Получилась вот такая смесь. В эту смесь я добавляю, девочки, для сладости мед. У меня уже прекрасный майский мед. Этот мед я беру у одних замечательных людей. Буквально добавляю на два сырка и на полкило клубнички одну-две столовые ложки. Как по сладости вам нравится, не нравится. Ну понятно, что у кого нет аллергии, у кого есть аллергия, такое не пойдет. И опять растираю для своих мальчиков, потому что деток я постоянно делала мусс клубничный для деток. А это вот я для своих мальчиков. Сюда же я добавляю водичку. Да, именно водичку. Делаю как коктейль. Напиток. Делаю вот такой напиток. Кисло, скажем, молочный. Так, сейчас здесь вытру. Кстати, о тряпочках у меня. Сестра приехала, говорит, что у тебя за тряпочки тут. А у меня, девочки, тряпочки ХБ. Знаете, если какая-то ненужная, допустим, футболка или майка, ветошь, я не выбрасываю. Я нарезаю, делаю себе тряпочки, сколько надо. Я их стираю. Она говорит, что ты, выкинь тряпочки. Пошла мне, купила тряпочки. Вот эти, знаете, которые на 3-4 раза и потом выкидываешь. Но я понимаю, она с Израиля. Может, в Израиле у них там каждый день можно выкидывать тряпочки. У нас сейчас жизнь не такая, чтобы каждый день выкидывать тряпочки и работать на тряпочки. Я свой труд ценю. Мне он тяжело, дается каждая копейка. Поэтому я на тряпочке работать не собираюсь. Тем более, когда у меня миллион тряпочек дома. Вот. Вот в этой штучке я измельчила. А тряпочки у меня есть прикольные. Ну, например, вот такая тряпочка. Она ее не поняла. Но я люблю эту тряпочку. Это из бамбукового волокна, экологически чистый продукт. Антибактериальными свойствами обладает. Самое главное, не требует использования чистящих средств. Моментально удаляет жир, загрязнение. И знаете, как эффективно удаляет жир. Потом просто прополоскать ее в теплой водичке. И изделие вот это вот вновь готово к использованию. Прекрасно воду впитывает. Мягкая. Я бы сказала, даже износостойкая. Очень классно. И посуду можно мыть, и протирать мебель, и кухонную плиту. И многоразовая, знаете, такая, что хватит и на два месяца вполне. Так что я вот такими пользуюсь. Не знаю, у меня набор тряпочек постоянный свой. Ну, знаете, как для каждой хозяйки свое. И она меня, конечно, отчитывала. У нее все время одноразово она выкидывает. Все, снова закидывает. Итак, растворился мед у меня. Все, и вот такие вот мусики, вот чуть-чуть водички. Но это, это как коктейль. Ой, можно, знаете, очень вкусненько. Настолько вкусно, что не передать. Наливаю. Раз. Два. Отлично. Вот как раз и хватило на двоих. Отлично. Почему я часто использую клубнику? Ну, не то, что часто, а каждый день. Когда идет клубника, каждый день. И когда она не идет, вы знаете, у меня в заморозке, я уже сейчас свежую клубнику замораживаю. Вот, я придумала новый способ заморозки. Я вам расскажу о нем. Потому что я вам скажу, клубника это такой изумительный продукт. Во-первых, вот то, что у меня там осталось, клубничка. Вот, я ее также смешаю немножечко. Есть у меня творожка, кефирчика. Сделаю масочку, то будет отдельная история. А я знаю такую историю, что группа добровольцев съедала по половине килограмма клубники каждый день. Ну, провели такой эксперимент в течение двух недель. И что они продемонстрировали? Что употребление именно клубники ведет к улучшению противоокислительной способности крови. Крови. Я всегда говорила, повторяя за своей мамой, Царствие Небесное. Она у меня такая умница была. Она говорила всегда, Катя, красная – это кровь. Красные ягоды – это кровь. Хорошая кровь – это прекрасный иммунитет. Замечательный иммунитет – это нет болезни. И вот там продемонстрировала эта ягода к улучшению противоокислительной способности крови. Этот анализ выполнил итальянские и испанские исследователи. Они выявили, что клубника способствует увеличению реакции красных клеток в крови на оксидативный стресс, дисбаланс, который связан с различными болезнями. Эти ученые, они ранее пытались подтвердить противоокислительную способность клубники в лабораторных экспериментах. Но вот эта группа решила взять людей и именно попробовать посмотреть. И вот добровольцы полкилограмма клубники каждый день в течение двух недель улучшают противоокислительную способность. Еще раз повторяю, полкило клубники каждый день в течение двух недель. Кровь ваша меняется. Как раз клубника вот идет сейчас сезон. Значит, ее нужно кушать не менее чем полкило каждый день. Супер! Классно! Поэтому используйте это. Я не буду вам говорить, что в ней содержится. Я уже, по-моему, об этом много раз говорила. Еще буду говорить. Теперь, почему я использую молочные продукты, молочнокислые? Здесь в данном случае два творожка, которые я немножко развела водичкой. Почему? Чтобы меньше жирность сделать. Потому что должны быть жиры, чтобы усвоился фрукт или овощ. Должны использоваться жиры. Тогда они правильно будут попадать в ваши клеточки, в вашего организма. Еще сюда можно добавить любые, какие вы только хотите. Любые, какие только вам угодно фрукты. Сейчас у нас пошла абрикоса. Я могла туда добавить абрикосу. Также, еще, кстати, пока не забыла. Клубника понижает уровень холестерина. Да и вообще это замечательный, замечательный десерт. Еще она убивает возбудителей кишечной инфекции. И стафилокока, стриптокока, пневмококи, вирусы гриппа. Перед тем, как поехать со мной, детки должны были поехать. Один мальчик заболел пневмонией. Вы знаете, я сразу скажу, это не от того, что холодно было или еще что-то. Нет, мои дети купались каждый день и не заболевали. Почему? Потому что каждый день клубничный мусс. Практически я делала морсы клубничные каждый день деткам. А абрикосу я, вот в первой смене не было абрикосы. Вторая, вторые детки, которые ко мне приехали, я им просто положила миско абрикосы. Купила ведро одной, одним деткам, другим положила. Говорю, кушайте столько, сколько хотите. И вот они сидели, ели, ели. А потом, говорю, встанем и пойдем. Потом я им сделала мусс, тоже им понравилось очень. И сказала, секрет, как замораживать абрикосу. По нуру. Вот так. Не забывайте, что клубника убивает кишечную инфекцию. Стофилококки, стрептококки, пневмококки, даже вирусы гриппа. Настоем ягод полезно полоскать рот при стоматитах и ангинах. А настой из сухих или свежих листочков клубники помогает при кровотечении из геморроидальных узлов. Вот так вот. Клубника хорошо очищает кишечник и кровь. Помогает при ожирении. Это продукт похудения. Эффективно влияет на обмен йода при базедовой болезни. И вообще, у кого проблемы с щитовидкой. Вот это прекрасная вещь. Ну, а я вас всех люблю. Целую. Надеюсь, что вы получили какую-то полезную информацию для себя. Будьте здоровы, мои хорошие. И пусть Бог благословит вас и ваши семьи.